Всем привет! Известный профессиональный через три буквы Ф журналист Вова Соловьев решил внести ясность в исследование анализов Алексея Навального. Он решил поспорить с израильским профессором Вайсом с помощью авторитетного российского медика. Вот Вова цитирует профессора Вайса, который рассказывает о том, какие спектрометры бывают и чем они отличаются. На аппарате Agile and Technologies ядов не нашли, но в лаборатории Бундесвера стоит Brookings Apex QFTMS, стоимостью 2,5 миллиона долларов, которые на порядок чувствительный, и нашли. Упс. Поискал в литературе лучший российский хроматомаспектрометр кристалл МС разрешение 1 АЭМ, Agile and Technologies до 0,05 АЭМ, современный хоризолюцион масс спектрометри 1,000 АЭМ. Ну и Вовик решил устроить сеанс разоблачения. Давайте все-таки выясним, что у нас стоит, какое-то все имеет отношение к реальным делам и поговорим к людям, которые, в отличие от доктора Вайса, который не работает в России и ничего об этом не знает. Поговорим с человеком, который только недавно из рук президента получил государственную премию. Человек, который, ну, реально говоря, герой. Это потрясающий доктор Вечерко. Валерий Иванович, расскажи, пожалуйста, вот что это за чудо-спектрометры, что у нас стоит, насколько это все соответствует действительности? А теперь давайте послушаем, что отвечает на этот конкретный вопрос доктор Вечерко. Я сразу скажу, что я обрезал кучу пурги его, о том, как он коронавирус лечит, о том, как там все в России хорошо и прекрасно в больницах. Это все я отрезал. Я оставил только то, что касается непосредственного вопроса Вова Соловьева. Я хочу что-то сказать. Я, конечно же, доктор, но знаете, что я много был в разных странах, и в Европе, в Старо-Европе, и в Израиле, и Южной Корее. Но могу сказать, что на сегодняшний день наши специалисты, наше оборудование, наверное, оснащено не меньше, а может даже бы и лучше, чем некоторые другие страны. Поэтому тут сложно сказать, спорить о спектрометрах или еще о чем-то. То есть, вы слышите, его спросили конкретно, что ты знаешь о спектрометрах, которые стоят в России? Какая у них точность? Преобладают ли они над западными аналогами? Вечерка, я еще раз повторяю, я отрезал кучу пурги, и Вова вообще ни о чем. Вернее, она может быть и о чем, но только это для другого вопроса. Он, возможно, хороший лекарь, хороший врач, с коронавирусом борется, возможно, успешно. Но его спросили совсем не об этом. И Вова вот это все слушал, 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 и он вроде бы опять пытается вернуться к теме своего вопроса. Валерий Иванович, какие у тебя спектрометры стоят? Я не могу сказать по маркам сейчас, да. То есть, я вот сейчас вот, если необходимость будет такая, мы завтра опять выйдем. Ну, у тебя наши или западные? Западные. Ну, классно, да? То есть, этот болван из студии, ну, он же уже, в общем-то, практически растянул сзади триколор, и сейчас, думал, услышит такое, что все спектрометры, которые в России произведены, да по сравнению с ними все западные образцы, это все дерьмо, и все закончилось тем, что у этого вечерка стоят западные спектрометры. Западные спектрометры. Вот и все. И вместо того, чтобы умыться в ОВИ после беседы с человеком, который вообще ни хрена не понимает в этих спектрометрах и в анализах, которые брали у Навального, и вот этот профессионал с тремя буквы «Ф», через три буквы «Ф», он все-таки пытается победно закончить беседу с этим так называемым специалистом по спектрометрам доктором Вечерко. Правильно. Спасибо большое, Валерий Иванович. Вы слышали Валерий Иванович Вечерко, который, в отличие от доктора Вайса и от Венедиктова, все-таки знает конкретно, что происходит, какая картина с лечением. Ну, всю критику вы слышали, которая происходит от доктора Вечерко. Продолжаем следить за болванами.